Добрый вечер. В пресс-конференции после матча Ак-Тубе ЖДСУ и ТОХ 1-1 представляю вам наших участников пресс-конференции. Главный тренер команды гостей Амадий Михайлович Титрадзе. В принципе, особых представлений не нуждаются, но тем не менее. И главный тренер команды Ак-Тубе Владимир Андреевич Никитенко. Я думаю, что сегодня для зрителя игра была хорошая. Мы сегодня играли с одним из лучших команд чемпионата. Я очень много игр просмотрел в октябре. Команда играющая, которая старается играть в комбинационный футбол, которая на протяжении всей игры владела территориальным преимуществом, владеет хорошим контролем мяча. Мы настраивались на эту игру, старались по возможности от обороны в обороне четко сыграть, надежно. В какой-то степени у нас получилось, где-то у нас были промахи, не без этого. Но в целом я командной игрой сегодня доволен. Доволен самоотдачей, которая была сегодня на футбольном поле. Могли, конечно, в концовке пропустить мяч, но в то же время в конце могли и забить спусты. Но я думаю, что сегодняшний результат, если посмотреть в целом, он закономерный. Спасибо. Во втором тайме создали много моментов. В галерею-то вы могли пропустить, но создали моменты. Я думаю, во втором тайме последние 15 минут где-то нам все-таки не повезло. И из ворота убивали, и из пустых, и кандары некачественные были в обороне позиции. Концовку мы проверили, как было именно удачно. Могли и пропустить, как говорится. А так, я думаю, соперник очень качественно играл и по движению, и по тактическим всем моментам. Такая равная, достойная игра. Что-то, чтобы потеряли два очка. Четыре подряд ничьи, сейчас карта ничья. Что происходит с командой? Почему не получается так? Ну, наверное, скорее всего, уверенности не хватает. Сегодня тоже, ведя в шоте, почему-то какие-то несогласованные действия были в обороне. Это уже не первая игра такая. Ну и, конечно, и в атаке еще у нас не так все гладко получается. Все-таки команда новая. Будем говорить так. Мы большое внимание уделяем, в первую очередь, обороне. Чтобы уделить время в атаке, тоже нужно время. Этого времени, мы понимаем, нет. У нас в то же время работа не над этим. Вот у нас третья подряд ничья. Что происходит с командой? Почему ничья? Почему так? Все хотят победить. Ну, повладали, наверное, вы в обзоре слышали, но не видели, наверное. Мы там играли более качественно. Много было моментов, какие забили. Было преимущество. Сегодня тоже было преимущество. Ну, какой-то части невезения в реализации. В реализации. Ну, моментов много. Вроде мастеровики и игроки. Конечно, после таких моментов надо завершать более качественно. Но, конечно, мы оцениваем то, что мы сыграли, играли ничью, как потерянный очки. Не как проявлеченный, как потерянный. К сожалению, мы потеряли эти очки. Теперь будут определенные какие-то выводы. Сейчас едем серьезно выездить. Астана тоже надо. Значит, совсем другое здраво у нас ходит все. Владимир Андреевич, пробежка Сидельникова в конце матча. Это была авантюра или с Вашим разрешением побежал? Это была авантюра. Это уже чрезмерное. Там еще один момент был до этого, что он выбежал в этой зоне. И там мяч перебрасывали. У него где-то чрезмерное такое верление, желание. Мы его так приводят таким. Но будем разговаривать. Все-таки от того, что он туда побежал, да, конечно, численное преимущество можно было создать. Но там такая куча, что это численное преимущество вряд ли сказалось бы. Но гол мы чуть не получили. Будем разбираться, какие есть вещи. Это можно было сделать при минус. При минус, там, счет минусовой какой-то. Это его творчество. Спасибо. Вы сказали в числе причин реализации момента. Я говорю, что было мастерей до игроки. То есть, в целом, вы считаете, содержание игры сегодняшнего показано? Много брака было. Много брака было. То, что мы планировали, много не получилось. Здесь соперник еще сыграл в качестве. Я потом хотел сказать, что... Да, соперник сыграл в качестве. Они перекрывали зоны. То, что мы планировали в атакующих действиях, многое прошло, многое не прошло. Обычно, чаще проходит. Но здесь у нас не прошло, потому что там команда все-таки организована на хорошем уровне. И где-то вот особенно проникающие передачи, где-то у нас не шли. Не шли передачи. Может быть, немножко легкости не хватало. В принципе, движения не хватало. Скоростного движения. Позвольте еще один вопрос, да, сразу. Там функциональное состояние. Отсутствие легкости, движения. Это было и полумачиваться в душу, заметно. Что команде не хватает немножко, да? Там, где я их встал. Есть какой-то функциональный провал? Может, это просчеты подготовки или что? Это просчет. У нас после перерыва со сборной приехало пять человек. С гриппом. И теперь надо выводить уже по ходу вот этих игр, которые идут на четвертый день, выводить команду снова подготовку. Мы играли. Играем. Ну, может быть, я говорю, здесь все зависит от того. Мы играем, у нас другой немножко стиль игры, чем беговой. Да, мы хотим много двигаться, но мы хотим еще и футбол играть, в пасы. Поэтому в сочетании, конечно, мы стремимся к идеальной игре. До идеальной игры еще далеко. Спасибо. Спасибо. А Марат Харулин играл у вас в «Волге». На какой позиции? И вот в связи с этим, Владимир Андреевич, вам вопрос, не считаете ли вы, что позиция левого полузащитника для Марата Харулин сужает его потенциал? Спасибо. Ну, когда я в «Волге» принял, Марат Харулин был в команде, но мы распрошались. Тогда. Мы создавали новую команду, я его еще не знал как игрока. Когда пришел, я привел своих игроков. На кого надеялся. Поэтому мне не удалось с ним поработать. Ну, Марат, я не скажу, что он играл лево. Он играл вингера, можно сказать, разнопланового, и центрального, и слева. И он смещался. Первоначальная позиция его была в центре, потом сместился с Карагандоевым. С левой стороны очень неплохо выглядел. С Карагандоевым и других матчей. Поэтому здесь все шло по эпизоду. Нельзя сказать, что он играл в крайне. Он нам оказывался. Они меняли позиции. И Землянухин, и он меняли позиции. Соперник просто уже приспособился к нашей игре. Надо было что-то менять. Мы меняли. Создавали моменты во втором тайме. И довольно достаточное количество моментов, что забили. И Гридин, и Стандарте. И там расстреливали. Пару моментов из ворот выбивали. Ну, где-то не повезло. Хотя, я скажу, соперник же тоже квалифицированный. Сейчас мы пока слабых соперников не сверчались. Все сильные. Не то, что сильные. Все достойные соперники. Все просто так надо сделать, чтобы выиграли.